Я не только прочитал книгу, я еще посмотрел 7 самых популярных в нашей стране экранизаций, и про каждую я планирую сделать отдельный выпуск. Надо сказать, что экранизация этого произведения какое-то немыслимое множество. Есть постановки в Египте, Индии, Китае, Бразилии, ну и само собой в США, Великобритании, практически во всех европейских странах, ну и в России, конечно. Как я уже говорил, Анна Каренина это банальная мыльная опера по сути своей, но она гениальна в своей точности, детализации, в понимании авторам своих героев. Не просто понимание, а донесение всяких сложных вещей, вроде мотивации или переживаний до простого читателя, не особенно чувствительного и не особенно обремененного большим количеством знаний. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, почему так или иначе поступил герой, что его на это толкнуло. Лев Николаевич раскрывает передо мной карту общественного мироустройства своего времени. Он показывает, что общество прогнило, и за красивыми фасадами скрываются пустые, никчемные люди, которые к тому же по какому-то странному историческому анекдоту управляют страной, управляют самой жизнью. Представляю, какую бурю вызовет мой проект, но я к этому готов. Все герои романа, видимые, отчетливые и невидимые вовсе, проживают свою жизнь, не понимая, что с ней делать, для чего она и все, что они знают и умеют, это вкусно есть, сладко спать и рассуждать о том, можно ли им принять у себя Каренину, или лучше воздержаться от этого. Все эти княгини, графья, важные государственные сановники, офицеры и генералы, просто напыщенные болваны, находящиеся на своих местах в большинстве своем просто по праву рождения. Они научены манерам, но совершенно бескультурно. Они обучены наукам, но применять в жизни свои знания не умеют и не хотят. Я слышал, что месье Ландо совершенно исцелил графику Безухову. Совершенно. А верно, что он уезжает в Париж? Да, он слышал голос. Что он слышал? Он слышал голос. Ах, голос. Я замечаю, что москвичи, в особенности мужчины, это самые равнодушные к религии люди. Да, как я понимаю, вы, к сожалению, относитесь к равнодушным. Странно понимать, что большинство людей, включая людей очень умных и образованных, понимает это произведение как драму любви, непонимания, победы условностей над настоящими чувствами и эмоциями. И все экранизации, которые я посмотрел, в конце концов сводятся к любовной драме. Режиссеры часто не понимают героев, не понимают, что происходит с ними, какие чувства обуревают их никчемными душами, хотя Толстой это описывает настолько внятно, что понять это способен любой человек старше 30-ти примерно лет. И были бы режиссеры плохие, но нет, режиссеры отличные. Сергей Соловьев, Карен Шахназаров, Александр Зархи, звезды отечественного кино. Но давайте я сначала расскажу вам о фильме 1948 года режиссера Жульена Дю Вивье, с прекрасной Вивьен Ли в главной роли. Друзьями мы не будем. Вы это сами знаете. Я прошу одного. Прошу права надеяться, мучиться, как теперь. Я обожаю эту актрису, унесенной ветром, по-моему, да и не только по-моему, один из величайших фильмов человеческой цивилизации. Во всяком случае, на меня он в свое время произвел колоссальное впечатление. Но в этой экранизации все очень плохо, включая саму Вивьен. Мы, кажется, не знакомы? Нет, но я вас знаю. Мы с вашей матушкой всю дорогу говорили о вас. Вернее о своих сыновьях. Представляю, как вам это наскучило. Она старательно играет драму, я даже верю ей местами, но остальное все никуда не годится. Эпизоды выбраны каким-то случайным порядком, характеры героев не проявлены. Все ровно, мелодраматично и ужасно скучно и совершенно не цепляет. Вронский некрасивый. Это, надо сказать, проблема почти всех экранизаций. Какая-то жуткая поверхностность. Вронского характеризуют усы. Анну шляпа, Каренин старик, фильм пояс. Все, совсем разобрались, поехали дальше. Ее сиятельство приказали погасить свет. Они общаются с духами. Хорошо. Экранизация тончайшего произведения, сотканного как паутины из легчайших и тончайших ниточек, в большинстве своем напоминает бетонные блоки. Режиссеры берут всем известные образы и штампуют их из фильма в фильм. Граф Алексей Вронский, капитан конной гвардии, недавно вышедший в отставку, ранил себя, когда чистил оружие. Раны серьезные, но его жизнь вне опасности. Думаешь, это действительно случайность? Вполне логично для военного человека. Я подаю в отставку, я больше не служу, поэтому я разбираю свой револьвер. Но револьвер хочет остаться на военной службе и стреляет. Во всем виновата это Анна Аркадьевна. Пока все, в следующей серии я расскажу вам о фильме 1967 года режиссера Александра Зархи. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делайте репосты и не забывайте больше читать и больше смотреть. От этого вы точно станете лучше. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok